Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале «Экзегет». И это «Ответы на вопросы» с вами, священник Иоанн Тераус. К нам на портал поступил такой вопрос. «Скажите, пожалуйста, был ли уже Иисус Христос до создания Земли?» За ответом на этот вопрос мы можем с вами обратиться к многим текстам Священного Писания, а самое главное — к догматике Церкви, которая и интерпретирует данные тексты в таком соборном сознании Церкви. Евангелие от Иоанна, а точнее пролог Евангелия от Иоанна говорит нам следующее. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Для христологических споров периода Вселенских Соборов Церкви это был один из важнейших моментов. Предсуществование Сына Превечного Логоса начинается, учение об этом начинает, точнее, формироваться или начинает закрепляться. Это вера Церкви от апостольских времен. Она начинает получать формальную оболочку, словесную оболочку, благодаря одному интересному учителю первых веков Оригену. Ориген считал так, его неправильные выводы привели к правильному результату. Он считал так, Бог творец, творец по существу, то есть он творит всегда. Он не может творить только вот в определенный период времени, а больше не творить или до этого не творить. А раз он всегда творит, а творит он посредством Логоса, через Логос, через Слово, значит, Слово предвечно существует. Если мы с вами откроем текст Священного Писания Ветхого Завета и книгу Бытия, мы увидим там тоже очень важный пассаж, который заключается в первой главе книги Бытия. «В начале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пустова, и тьма над бездну, и Дух Божий носился над водою». Итак, Ориген тот же самый воспринимает слово «в начале», как в Иисусе Христе, потому что он о себе говорит в книге Апокалипсис «Я, Альфа и Омега, начало и конец». Соответственно, Логос, Слово, предсуществует до творения земли, до творения мира, до творения ангелов. Более того, мы можем видеть в книгах «Премудрости» Ветхого Завета пассажи, связанные с «Премудростью», и христианская церковь ассоциировала «Премудрость», то есть это слово, употребляемое авторами этих книг, как прообраз Иисуса Христа. Так вот, «Премудрость» до творения мира создана, «Премудрость Божия», слово Божие, да и Бог творит небо и землю словом, а значит, присутствие Иисуса Христа, присутствие Логоса, второй ипостаси Престой Троицы, необходимо. Более того, нужно сказать, что в божественных свойствах существует такое свойство, как неизменяемость. Изменяемость в нашем мире возможна только по той причине, что мы несовершенны. Мы можем изменяться как в худшую, так и в лучшую сторону. Но может ли Бог изменяться в худшую сторону? Нет, конечно, потому что Бог совершенен. Но может ли изменяться Он в лучшую сторону? Например, Бог может ли развиваться? Нет, потому что в таком случае мы бы признали несовершенство Бога до этих изменений. А если мы верим в Бога Троицу, единую, святую и нераздельную, значит, Бог Троица существует вне времени. Нельзя сказать «до» или «после», «во время», потому что Бог вне времени, Он в вечности. Это еще одно свойство Бога. Бог вечен. Вечность воспринимается догматическим богословием как одно из апофатических свойств божества, то есть отрицательных. Мы отрицаем за Богом возможность Его зависимости от времени, потому что Бог независим, Бог абсолютно свободен. И значит, Он независим от времени. Он независим от пространства, времени и так далее. Это глубокая догматическая идея, которая очень важна для восприятия священного текста. Более того, мы с вами встречаем в той же первой главе книги «Бытия» «Слова Божии сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Здесь употребляется множественное число. И, конечно, в иудейской, раввинистической литературе, толкующей этот текст, ни о какой троечности Бога речи быть не может. Но для христианского богословия это было еще одним подтверждением множественности ипостасей в едином божестве. Здесь нужно быть крайне аккуратным, потому что можно попасть в какую-нибудь триодологическую ересь первых веков. Далее. На что стоит обратить внимание в плане сотворения мира и в плане единства Святой Троицы? Почему христианство воспринимает... Почему у Троицы? Почему не четверица, не двоица? Почему именно Троица? Почему Бог исповедуется нами в трех ипостасях? Есть вопросы богословия, на которых нет какого-либо логического ответа. Есть простой ответ. Потому что Бог так захотел. Потому что так Бог захотел. Поэтому Он есть Троица. На этом я закончу, пожалуй, ответ на вопрос о предвечности Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, наш портал предлагает вам ознакомиться и пройти нашу викторину, которая была на нашем портале создана. Это прекрасная возможность изучить ваши знания о Священном Писании. Ссылка на эту викторину находится в описании под этим роликом. Вы можете применять это как в воскресной школе для своих детей. Также и для себя. Для того, чтобы изучить. Прочитали какую-то книгу Священного Писания? Выбрали, соответственно, только ее. И вопросы будут исключительно по этой книге Священного Писания. И вы сможете понять, на что вы обратили большее внимание. Правильно ли вы поняли те или иные пассажи этой книги. Геймификация образования. Это один из сегодняшних трендов педагогики. Когда изучение того или иного материала сопровождается каким-то визуальным контентом, прохождением тестов, викторин или специализированных, подготовленных игр. Здесь подключаются разные зоны нашего восприятия, разные зоны нашего сознания. И, соответственно, человек больше может узнать о себе, проверить самого себя. Поэтому я желаю вам воспользоваться этим прекрасным инструментом и тем самым улучшить ваше знание Священного Текста. Храни вас Господь. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok